Всем привет, меня зовут Дмитрий Зайцев, я финансовый советник и страховой агент. С вами каналы Дом49 и финсоветник.рус На канале финсоветник создан плейлист «Нужные страховки», где подобраны обзоры страховых программ, которые необходимы абсолютно всем. Темой предыдущего видео была программа добровольного медицинского страхования, ДМС, предусматривающая лечение от онкологии и смертельно опасных заболеваний. В настоящее время основной причиной смерти и инвалидизации населения во всем мире являются сердечно-сосудистые заболевания. Сердечно-сосудистые заболевания – это заболевания сердца и кровеносных сосудов. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2019 году основными причинами смертности в мире были ишемическая болезнь сердца, инсульт, хроническая обструктивная болезнь легких, инфекции нижних дыхательных путей, неонатальные заболевания и только на шестом месте оказались раковые заболевания трахеи, бронхов и легких. Основными факторами риска возникновения болезней сердца и инсульта в более 80% случаев считаются нездоровое и несбалансированное питание, малоподвижный образ жизни и употребление табака. Следствием неправильного питания и физической инертности является повышение кровяного давления, рост уровня глюкозы в крови, повышенное количество жиров в крови, избыточный вес и ожирение. Как я уже говорил в предыдущем видео, расширенная версия программы онкострахования дает защиту не только от онкологии, но и от других критических заболеваний. Но есть еще вариант одновременной защиты и от онкологии, и от смертельно опасных заболеваний в целом. Это программы накопительного и инвестиционного страхования жизни. Все виды страхования жизни объединяет то, что основными и обязательными рисками, которые придется застраховать, являются смерть и дожитие. Если вы страхуетесь на 20 лет, то риски дожития и смерти подключаются на весь срок действия договора страхования. А дополнительные опции ежегодно можно менять. В случае наступления дожития застрахованного лица до установленного срока предусмотрена страховая выплата и выплата дополнительного инвестиционного дохода. Страхование на случай смерти необходимо прежде всего, чтобы финансово защитить семью застрахованного. Выплата по страховке производится быстрее, чем в случае вступления в наследство. Страховые компании обычно производят выплату в срок от двух недель до месяца, тогда как процедура наследования длится минимум полгода. Даже если застрахованный умрет в первый год, выгодоприобретатели получат всю сумму, которую планировалось накопить за 10, 15, 20 лет действия договора страхования. По некоторым программам можно получить выплату в размере 300% накопленной суммы в случае смерти от несчастного случая. Почему риск смерти нужно обозначать отдельно? Потому что при оформлении полиса программа не позволит указать сумму покрытия по дополнительным рискам выше, чем по риску смерти. Первый вид программ накопительного страхования – НСЖ для детей. Программа защищает и гарантирует будущее ребенка, в том числе в случае потери кормильца и одновременно позволяет накопить на важные цели, такие как престижное образование, стартовый капитал для бизнеса или на отдельную квартиру. Стоимость полиса начинается от 2500 рублей в месяц или от 30000 рублей в год. Основные риски – смерть и дожитие. Дополнительные риски, которые можно подключить к ребенку – инвалидность ребенка, диагностирование смертельно опасного заболевания, госпитализация из-за несчастного случая, травма, хирургическое вмешательство из-за несчастного случая. Дополнительные риски, которые подключаются к родителю – оплата страховых взносов в случае инвалидности или смерти страхователя и оплата страховых взносов за страхователя в случае потери работы. Эти опции направлены на то, чтобы защитить ребенка, если, не дай бог, произойдет какая-либо неприятность с родителем. В этом случае расходы берет на себя страховая компания, и ребенок в итоге накапливает на нужную цель. В полис можно включить одного ребенка и одного родителя. Финансово грамотные семьи делают так – оформляют один полис до достижения ребенком в 18 лет, указывая в качестве страхователя папу. Цель – накопить на образование. Второй полис оформляется до достижения ребенком возраста 24 лет. По условиям программы возраст ребенка не должен превышать 24 года на момент окончания программы. В качестве страхователя указывается мама. Цель – накопить на отдельную квартиру или стартовый капитал для бизнеса. Помимо накоплений, ежегодно начисляется дополнительный инвестиционный доход. Если целью накопления является поступление в ВУЗ на коммерческой основе, а ребенок самостоятельно поступает на бюджет, то деньги можно потратить любым другим способом. Второй вид – НСЖ для взрослых. Стоимость полиса также начинается от 2500 рублей в месяц или от 30000 рублей в год. Программа дает возможность накопить на цель, например, на вторую пенсию или на путешествие и получить дополнительный инвестиционный доход. Как и в предыдущем варианте, основные риски программы накопительного страхования жизни для взрослых – это смерть и дожитие. Дополнительно можно подключить защиту от несчастных случаев, инвалидности и смертельно опасных заболеваний. Есть страховые компании, где полис НСЖ имеет очень сильные медицинские опции. За сумму около 10 тысяч рублей в год вы получаете покрытие в случае выявления критического заболевания в размере до 12,5 миллионов рублей в год или до 25 миллионов в течение жизни. Сейчас вы видите на своих экранах пример расчета суммы страховой выплаты по программе накопительного страхования жизни НСЖ. При годовом взносе 72 тысячи рублей клиент ежегодно вносит на риски дожития, смерть и телемедицина 39 тысяч рублей. На риск первичное диагностирование смертельно опасного заболевания – 9727 рублей. На риск травмы в результате несчастного случая – около 2,5 тысяч рублей. На риск выплаты в случае временной утраты трудоспособности – 3 тысячи рублей. На риск госпитализации в результате несчастного случая – 480 рублей. На риск выплаты в случае хирургического вмешательства из-за несчастного случая – 3 тысячи 415 рублей. На риск инвалидность по любой причине – около 3 тысяч рублей. И на программу медицина без границ, покрывающую лечение критических заболеваний – 10 тысяч 800 рублей. Как вы видите, в случае дожития через 10 лет страховая компания гарантированно выплатит 372 тысячи 607 рублей. Если же застрахованный не доживет, то эту сумму получит выгодоприобретатель. 6 рисков застрахованы на сумму 361 тысяча 755 рублей. И по программе медицина без границ застрахованный получит 12,5 миллионов рублей в год на лечение в случае первичного диагностирования критического заболевания. Можно тот же взнос 72 тысячи рублей в год и распределить по-другому – полностью направить на риски дожития и смерти. В этом случае через 10 лет накопленная сумма составит 720 тысяч рублей. Но при этом, соответственно, не будет защиты по дополнительным рискам. Популярным является еще такой вариант. К примеру, 60 тысяч рублей идет на риски дожития и смерти и 10 тысяч 800 рублей на программу медицины без границ. Таким образом, через 10 лет накопленная сумма будет 600 тысяч рублей. И в течение всего времени застрахованный будет защищен от смертельно опасных заболеваний на 12,5 миллионов рублей в год. Или 25 миллионов за весь период страхования. Разумеется, такие страховки предполагают, что медицинские услуги будут оказаны на высшем уровне. Лечение производится не только в России, но и в лучших клиниках Европы и мира, за исключением США. Аналогично программе онкострахования в программу НСЖ входит организация процесса лечения, размещения и транспортировки больного. И донора с проживанием. Преимуществом данной программы перед программой онкострахования является то, что застраховавшись на длительный срок, вы сможете продлевать опцию, которая предусматривает лечение смертельно опасных заболеваний до 85 лет. Также по этой схеме страховая компания и ее медицинские партнеры организуют процедуру ЭКО – экстракорпоральное оплодотворение. Включая подготовку, лечение осложнений процедуры ЭКО, сохранение репродуктивного материала, медикаментозные препараты, необходимые для проведения цикла ЭКО. Медицинские услуги, направленные на пролонгирование беременности при угрозе прерывания беременности. Возвращаясь к смертельно опасным заболеваниям, следует отметить, что большинство компаний покрывают риски семи основных критических заболеваний. Это злокачественные опухоли, рак, инфаркт миокарда, инсульт, аортокоронарное шунтирование, терминальная почечная недостаточность, трансплантация основных органов и паралич. Но есть компании, которые покрывают 27 видов критических заболеваний. С полным списком можно ознакомиться по ссылке в описании под видео. Такая же ситуация со страхованием от инвалидности. Лучший вариант, когда выплата происходит по инвалидности любой группы по любой причине, в сравнении с вариантами в результате несчастного случая или в результате ДТП. У разных страховых компаний содержание дополнительных опций в программах накопительного страхования жизни может отличаться. Так, выше был приведен пример, когда страховая компания организует лечение в случае диагностирования критического заболевания. Но есть и другой вариант, когда больной получает страховую выплату. Крупнейшая известная мне выплата физическому лицу по договору накопительного страхования жизни в этом году составила 9 миллионов 300 тысяч рублей. У застрахованного было обнаружено онкологическое заболевание. Третий вид – НСЖ для юридических лиц. По сути, та же самая программа НСЖ для взрослых, но страхователем является организация. Эта программа используется работодателями для удержания ценных сотрудников. Ее называют «золотые наручники». Оформляя такую программу, работодатель дает своего рода бонус или опцион своему сотруднику. Для сотрудника важно, что фигура выгодоприобретателя обязательно согласовывается с ним. Чаще всего выгодоприобретателем становится его вторая половина. И если он не доживет до окончания действия полиса, то жена и его семья получат страховую выплату. Дополнительная инвестиционная доходность по программам НСЖ сейчас составляет примерно 7-9% годовых. Страховые компании ежегодно объявляют инвестиционную доходность официально. В прошлом году максимальная доходность составила 9,2% годовых. Сейчас есть программы с доходностью выше, до 15%. Но главной задачей программ страхования жизни является не доходность, а защита жизни и здоровья застрахованного. Для того, чтобы гарантировать исполнение своих обязательств, страховые компании, согласно законодательству России, обязаны вкладывать гарантийный фонд в консервативные финансовые инструменты, государственные облигации и депозиты. Также крупные российские страховые компании перестраховывают свои риски у западных перестраховочных компаний. Обычно это компании из Германии или Швейцарии. Кроме программ НСЖ на рынке представлены программы инвестиционного страхования жизни – ИСЖ. В программах ИСЖ большее внимание уделяется инвестиционной составляющей. Есть программы, которые сделаны на основе структурных продуктов с возможностью выбора базисных активов и доходности. Здесь инвестор может выбирать корзины в зависимости от того, какие риски он готов принять и какую доходность хочет получить. То есть можно выбрать корзину из бумаг американских компаний или китайских, или смешанный вариант. Есть варианты, привязанные к индексам. Есть программы, по которым можно получать купонный доход, как по облигациям или как по структурным продуктам. Дополнительная инвестиционная доходность по программам ИСЖ может составлять до 30% годовых. Об этих программах не все знают, так как многие из них предназначены для квалифицированных инвесторов. Базисными активами могут быть иностранные ценные бумаги, которые не торгуются на российских биржах. Одним из преимуществ ИСЖ является то, что в эти продукты могут инвестировать госслужащие. Аналогично индивидуальному инвестиционному счету ИИС. В этом году сумма самой большой сделки по продукту ИСЖ составила 83,5 млн. рублей. Одной из причин оформления полиса было поступление инвестора физического лица на госслужбу. Как я уже говорил в одном из предыдущих видео, подобные программы лучше оформлять у страхового агента, который расскажет вам плюсы и минусы продуктов и предложит варианты разных страховых компаний без мисселлинга, некорректной продажи. Так как именно страховой агент заинтересован в долгосрочном сотрудничестве с клиентом. Что касается страхования смерти, то многие тоже не понимают смысл такого страхования или не хотят об этом думать. На самом же деле, страхование данного риска очень важно для семьи, так как самая тяжелая утрата – это потеря кормильца. И для того, чтобы жена и дети смогли сохранить свой уровень жизни и привести дела в порядок, им понадобятся серьезные средства. Жена должна быть крайне заинтересована в страховании жизни мужа, чтобы получить эти деньги быстро от страховой компании, а не через длительную процедуру вступления в наследство. Есть еще один немаловажный нюанс НСЖ и ИСЖ. Согласно законодательству, средства, инвестированные в НСЖ и ИСЖ, не подлежат аресту, взысканию и разделу, в том числе при разводе. Таким образом, страхование несет в себе даже стимулирующую функцию. Семья заинтересована в сохранении брака, чтобы получить накопленную сумму и инвестиционный доход подожития. Выплата подожитию также имеет стимулирующий эффект. Если люди застраховались на 20 лет, то лучше на протяжении этого времени вести здоровый образ жизни, а через 20 лет деньги использовать на путешествия или инвестировать и получать в старости дополнительный купонный доход в качестве весомой прибавки к пенсии. Кстати, люди, которым осталось 15-20 лет до пенсии, основные покупатели программ НСЖ и ИСЖ. Еще один важный нюанс НСЖ и ИСЖ – страхователь может включить в полис до 4 выгодоприобретателей. То есть людей, которые получат деньги в случае смерти застрахованного. И здесь жене важно проследить за тем, кто будет указан в качестве выгодоприобретателей и в каких процентных соотношениях. Неверный муж может включить туда любовницу. Как оформить полис страхования жизни? В первую очередь нужно определиться, на какую сумму вы готовы застраховаться, какая сумма будет для вас комфортной. Но не забывайте, что говорил Эрнест Хаскинс. Если каждый месяц откладывать понемногу, то уже через год вы будете удивлены, как мало у вас набралось. Поэтому лучше страховаться как можно раньше и на длительный срок. Так как это дешевле в силу возраста и сумма страховой выплаты будет больше. Также нужно выбрать примерный перечень рисков. Основные дожить и смерть нужно выбрать дополнительные. Инвалидность, смертельно опасные заболевания, несчастные случаи, хирургические вмешательства и т.д. И потом связаться со страховым агентом. На моем сайте есть калькулятор накоплений по программам НСЖ и ИСЖ без учета дополнительного инвестиционного дохода. Ссылка размещена в описании под видео. По программам НСЖ и ИСЖ можно получить налоговый вычет от государства в размере до 15600 рублей в год. Если вы хотите получить вычет, особенно актуально страховаться перед Новым годом, чтобы сразу после новогодних праздников подать заявление в налоговую. На какую сумму нужно страховать жизнь? Сколько стоит жизнь? Формальный расчет производится так. Среднемесячный доход человека умноженный на 5 лет. Это ориентир для суммы страховой выплаты. За оформление НСЖ и ИСЖ можно получить также скидку 15% на последующее оформление полиса КАСКО, страхование имущества квартиры или полиса для путешествий в СЗР. Если у вас остались какие-то вопросы или пожелания, вы всегда можете обратиться ко мне за консультацией по инвестициям и страхованию. Контакты есть в шапке канала и в описании под видео. Ролики канала теперь можно не только смотреть, но и слушать. Ссылка на подкасты размещена в описании. Спасибо за просмотр этого видео. В заключении хочу пожелать всем крепкого здоровья и чтобы все страховые программы закрывались исключительно подожить. Пожалуйста, подпишитесь на канал финсоветник.рус, поддержите видео лайком и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Представленная в ролике информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и публичной оферты. Список организаций, оказывающих финансовые услуги, размещен на сайте финсоветник.рус.